Первенство среди гимнастических школ в это время проходит во всех регионах России. Командой из 12 городов Сибирского федерального округа собрал у себя Ленинск-Кузнецкий манеж спортивной гимнастики. Сюда съехались около 100 спортсменов в возрасте от 11 до 18 лет. Наш город представляет 16 гимнастов и гимнасток, среди которых Андрей Логутов, Давид Казаков, Настя и Катя Еленкова, Юля Бирюля. Как оцениваете вообще шансы Ленинск-Кузнецких спортсменов? Как всегда говорят, помост покажет. Никто никому не собирается уступать. Хотя проблемы есть. Допустим, у мальчиков сейчас ребята, это мастера спорта, они в основном составе на сборах. А дело в том, что гимнастика один из сложнейших видов спорта. Для того, чтобы подготовить перворазрядника, нужно как минимум 8 лет. Идет постоянная смена поколений. Поэтому проблемы есть, но постараемся справиться. По традиции, в первой половине соревновательного дня на гимнастический помост выходят девушки. После сложного прыжка товарищи по команде дружно кричат спортсмену. Такая поддержка команды важна для каждого гимнаста. Ведь соревнования это всегда сложно и тревожно. И не только для спортсменов, которых волнение порой подводит самый неожиданный момент, но и для опытных судей. Оценивать выступления гимнастов непросто. Каждое упражнение имеет свой максимальный балл. А любая ошибка на помосте его снижает. По каким критериям оцениваете? И трудность упражнений, и техника исполнения упражнений. Правила в гимнастике тоже совсем непростые. Судьи постоянно проходят семинары. И семинары проводятся и перед соревнованиями, и после соревнований. По результатам первого соревновательного дня лидирует команда гимнасток из Новосибирска. На втором месте Ленинск-Кузнечанки. В составе Ленинской команды выступает Екатерина Иленкова. Гимнастка считает, что и она, и команда в целом показали хороший результат. Ну, конечно, получились некоторые снаряды, которые я даже как бы и не очень хорошо были подготовлены, а которые хорошо были подготовлены, у меня, ну, не очень получились. Как бы немного трясло, волнение, конечно, было за свою команду. Тут выступаешь с другими командами, хочешь, чтобы наша первая была. Соревнования всегда важны для участника. Это проверяешь как бы себя на оценку, как ты подготовлен к другим, ну, дальнейшим соревнованиям. За звание сильнейших гимнастов Сибири спортсмены будут бороться еще два дня. 3 октября в 11 часов стартуют финальные соревнования многоборья. 4 октября в это же время пройдет финал в отдельных видах многоборья. Команды, которые займут первое и второе место, будут представлять Сибирь на первенстве России. Поболеть за Ленинск-Кузнецких спортсменов приглашаются все желающие. Поболеть за Ленинск-Кузнецких спортсменов приглашаются все желающие.